В жилищном кодексе прописано несколько форм управления многоквартирными домами. Первое – это непосредственное управление. Второе – это товарищество собственников жилья или жилищно-строительные кооперативы. Третье – это управляющие компании. В данном ролике мы подробно разберемся по каждой форме управления и покажем жителям, какая форма управления лучше и как взаимодействовать с собственниками жилья с данными формами управления многоквартирными домами. Непосредственное управление. Непосредственное управление возможно в домах, количество квартир в которых не больше 30. Но и в домах, состоящих из небольшого количества квартир, непосредственное управление может оказаться затруднительным. Особенно, если собственники инертны и не хотят тратить свое время на дела дома. Собственники квартир и неживых помещений должны или совместно на общем собрании решать текущие вопросы, связанные с эксплуатацией дома, или выдать доверенность одному из собственников, уполномочив его действовать от имени всех. Отмечу, что вопросы для решения могут возникать ежедневно и требовать срочных действий. Причем жильцы должны доверять друг другу и уметь бесконфликтно распределять административную нагрузку и деньги на общие нужды. При непосредственном управлении многоквартирным домом с собственниками возможны следующие варианты отношения со сторонними организациями, предоставляющими жилищные и коммунальные услуги. Договоры на поставку коммунальных услуг заключаются каждым собственником помещения в доме от своего имени. Договоры о оказании услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме заключаются со всеми или с большинством собственников помещений в доме. При этом все или большинство собственников выступают в качестве одной стороны в договоре. В интересах всех собственников по решению общего собрания собственников помещений в доме в отношениях с третьими лицами может действовать один из собственников по доверенности от остальных собственников помещений в доме. Плюсы непосредственного управления – экономный вариант, почти нет затрат на управление дома, расходы только на текущее содержание и благоустройство. Минусы непосредственного управления – каждый собственник помещения в доме самостоятельно заключает большое количество договоров на поставку энергоресурсов в дом. Стороной договора на обслуживание общего имущества должно быть не менее 50% собственников, если меньше договор считается незаключенным. Сложно организовать и проконтролировать этот процесс обслуживания живого дома, необходимо найти ответственного собственника, который готов заняться делами дома. Непонятно, как и кто будет контролировать и отвечать за качество поставленных коммунальных услуг. Ресурсоснабжающие организации несут ответственность до момента попадания ресурсов в дом. Заключение договоров на отдельные виды услуг по содержанию общего имущества возможно непосредственно на собственников или на представителя собственников. Не определено, как собственники помещения будут контролировать общее имущество дома. В законодательстве не определены периодичности формы отчета подрядной управляющей организации в случае, если с ней заключен договор на обслуживание. Добрый день. Мин Ахмед Хазевич, рад вас приветствовать на вашем доме. Я знаю, вы опытный управленец, у вас порядка 13 многоквартирных домов, вы являетесь председателем, управляющим, достаточно опытным специалистом. Мы с вами коллеги по общественной палате. В данном доме, где мы сейчас снимаем, вы являетесь управляющим. Скажите, пожалуйста, ТСЖ, как один дом, как один председатель, все-таки какую работу вы ведете, какие плюсы и минусы в управлении формой ТСЖ? Давайте данную тему с вами обговорим. Управление одного дома с одним, своим расчетным счетом, своим всем нюансом. Дом, в который деньги собираются, только работает для данного дома. Все. Что планировано общим собранием, решением, все воплощается в жизнь на основании вот этих собранных финансовых деятельностей данного ТСЖ. И, как видите, вот двор ухожен, дом ухожен. Все, которые намечены работой, все выполняются в срок и вовремя. Видите, каком, если зайти даже в соседние дома, то уже так же здесь тоже ТСЖ, вот соседний дом. У них тоже сразу видно, что дома ухоженные. Вот там управляющие компании в домах. Есть, конечно, управляющие дома. Тоже хорошо ухоженные, руководитель хороший. Но ТСЖ немножко другой, потому что деньги для данного дома только работают. Деньги хватает, по идее. У нас тарифы небольшие, такие же тарифы, как городские. С такими тарифами вот мы вылезаем, и все у нас достаточно хватает. Капитальные ремонтные деньги тоже идут у нас на спецсчете. Накапливается пока, мы пока эти деньги не трогаем. Поэтому только текущими ремонтными деньгами только работаем. И плюс еще этот дом у нас в подземном парковочной стоянке на 50 мест. Там машины еще. И там тоже сюда вкладываем тоже часть денег, тоже на парковку. Ну вот в данном случае форма управления как ТСЖ. Насколько хватает денежных средств на накопление? Все равно оплата же формируется, исходя из квадратных метров. Да, да, да. То есть в данном случае, вот как вот и на этом доме, и вообще в целом на домах? Тарифы у нас не выше городских, не выше ни в одном доме, всех домах не выше. Поэтому собранные деньги, все, которые достаточно, хватает для ведения хозяйственной деятельности данной в каждом поддельности отдельный дом. Все, достаточно. Ну вот... Если разумно распределять, разумно все считать и все достаточно, хватает. Ну вы вот как считаете, вот какие плюсы быть в ТСЖ жителем дома? Ну и плюсы, потому что жильцы сами решают, что им конкретно делать на общем собрании, что они сами все контролируют. Тем более подотчетны мы в управлении и председателю, и перед жильцами собранием все отчитываемся. Они видят нашу работу, сразу все это у нас есть в WhatsApp, в WhatsApp все это пишем, даже вплоть до краски, даже обсуждаем, какой вид краски. И надо покрасить, и какие еще можно улучшения делать. Все это обсуждается, все это у нас все контакты. Поэтому здесь скорой идет сразу прямой контакт с жильцами. Все идет. И никаких этих нет. Мы в основном все дружно живем. Вот поэтому здесь сколько лет я уже работаю, нареканий нам нет. Они довольны с работой. В первых этажах расположены нежилые помещения. И все спокойно мы уживаемся, им доступ есть, и они. Никаких здесь проблем нет, в некоторых домах проблемы с нежилыми помещениями. А здесь у нас проблем нет, все дружно, мирно живем. Они тоже так же оплачивают все коммунальные платежи. И таких должников у нас нет. Так что здесь все идет. В последнее время много очень вопросов, связанных с формой управления ТСЖ, на предмет как-то неоткрытости, непрозрачности деятельности. Как вы считаете, в чем все-таки проблема в том, что неоткрытая работа ведется? Проблема единственная, что я вижу в этом, это самих руководителей, кто ведет ТСЖ, плохо поворачивается лицом к жильцам. Это надо все организовать на собрании, в WhatsApp, все это надо указывать. Все документально, все надо, где ЖКХ разместить, все показывать. Жильцы должны видеть. Если все жильцы видят, собственники все, у нас какие проблемы дома, они есть. И отчитываться надо все вовремя. Если они видят отчетность, если они видят, что их деньги тратятся только по назначенным, отмеченным вопросам с жильцами делам, тогда вопросов не возник у управляющих компаний. Именно вот с этим, потому что многие не умеют руководить, именно открытости не любят. Почему не любят открытости? Не знаю. Надо наоборот, открытости надо именно в ТСЖ. ТСЖ, которые работают именно открытостей, они нормально работают, они хорошо работают. Потому что жильцы, если видят открытость, если они все это ознакомливаются со всеми документациями, со всеми этими, наоборот, они будут только рады. Если хорошо работают управляющие или там посередатель дома, надо поворачиваться открытым лицом, все показывать, ничего не надо. Все, это открытость, вот это от этого зависит. Когда открытость, все хорошо. Мир Ахмед Кадеевич, вопрос такой вот. Если вопросы, допустим, возникают по поводу, ну, необходимости вывоза снега или увеличения тарифов, каким образом выстраиваете взаимодействие с жителями? То есть, мы понимаем, что дом небольшой, может не хватать на какие-то виды работ. Как это? Определенно в это время, вот, бывают разные зимы. У нас какая-то инная сумма заложена на вывоз снега. Ну, бывают года, снежные года. Бывает, года именно, мало снега бывает. Ну, сейчас мы в основном вывозим. Двор маленький и у нас бюджет. Условно говоря, мы договоримся фирмой, договор заключаем. Условно говоря, их приблизительно цена известна. Сколько мы будем вывозить. Мы чаты сразу пишем. Вот такой-то такой день у нас намечается вывоз снега. Машины все мы эвакуируем со двора. Все это собираем и вывозим. И все пишем, сколько и выставляем, сколько там суммы. Если у нас средства не хватает, значит, мы по квадратным метрам делим всем пропорционально и выставляем. Жильцы это видят, согласуют, никаких проблем нет. Ну, в любом случае же решение общего собрания собственников жилья... Уже есть, решение собрания уже есть. Вывоз снега, она уже указана. Н сумма выделена. Если эту сумму не вылезаем, мы уже дополнительные выставляем просто. Они уже знают об этом. Уже в год. Какая зима? Мы принадлежим, средняя сумма уже заложена в бюджете. Средняя сумма. В зависимости от зимы, как и будет. Если снежная зима, чаще придется вывозить. Значит, мы дособираем эту сумму, поставляем. А вообще, как вы считаете, какие минусы управления ТСЖ? Какие могут возникать сложности? То есть, много различных аспектов, факторов. Минусы только в чем? Бывают квартиранты. Квартиры сдают собственники. Мы их не знаем. Они сдают, бывает, иногда посуточно сдают квартиранты. Они приезжают сюда и начинают права качать. У нас уже здесь свой порядок установлен. А порядком они не знают. В каждом доме свой порядок. Все-таки собрание решает, какой порядок у них должен быть. Заезда, выезда, как машины парковать. Вот это все-таки проблем возникает. В основном других проблем нет. Жильцы друг друга знают. Они все в WhatsApp пишут. Даже заехали на ночь, местов нет. Поставили, перекрыли друг друга. Они пишут, я выезжаю там-то, там-то. А сколько-то, никаких вопросов нет. Все вопрос решается коллегиально. Они уже знают, есть охрана у нас круглосуточная. Какие-то возникают срочные вопросы. У нас моментально решается этот вопрос. Аварийная ситуация моментально решается. Все срочно. Ну и вот этот самый главный вопрос, конечно, вот ТСЖ собирает на спецсчете, так как вот все управляющие компании на фонде регионального оператора. Как вы считаете, как дому выжить за счет спецсчета? Что должно быть реализовано вот в этих квартирных домах? Если по идее спецсчете собранных денег, она достаточна для проведения капитального ремонта именно по кровле, по фасаде. Единственная только сумма, может не хватать. Лифты дорогие, да? Лифты дорогие, да. Вот я даже в нескольких домах уже провел капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт, замена труб, горящий и холодный водоснабжение, лежаки поменял уже. И даже бойлер поменяли. Деньги достаточно есть, хватает и все. Вот сейчас уже в других домах тоже готовим замена. Семиподъездный дом на замену труб, там тоже накоплено более 10 миллионов суммы. Вот для замены у нас семиподъездного дома, стояков, холодной, горячей воды, потребуется в пределах около 5,5-6 миллионов. Семиподъездный дом очень большой такой в пределах. Ну, сумма уже накоплена, есть. Мы сейчас собрание проведем, мы твердим тарифы, смету. И дальше идет уже подрядчик, уже приблизительно, уже известно. Поэтому говорю, если разумно использовать, покупать нормальные, достаточные материалы, но единственное, что у нас, вот когда капитальный ремонт проводим, мы уже материал заказываем сами. Требуем, чтобы нашим материалом делали, который мы заказываем, не они покупают. Что качество материала очень важно, потому что, когда подрядчик работает, он старается свой материал, подешевле где-то дешевый материал, и с этим провести капитальный. Нет, мы в этом не согласны, мы хотим, чтобы вот то материал, который мы выбираем, с этим материалом и делаем. Зато будет и качественно, и контролируем. Каждый собственник потом даже провели, и каждой квартире подписывает, нет претензий. Провели в данный стояк, каждый квартир уже потом сами в акте подписывает в своем. Все, мы претензий не имеем. Вот так и принимаем потом дальнейшее вот это. Архангадьевич, выражаю вам благодарность. Спасибо за такой опыт работы в ТСЖ, в том числе 13 ТСЖ, в которых вы работаете. Это дорого стоит. Поэтому желаем вам удачи, успехов. Спасибо вам. И будем делиться и тиражировать ваш опыт. Пожалуйста, никаких вопросов нет. Мы каждую неделю организуем прием, граждан, тем более, еще с пугалтером, если вопросы есть. Если какие-то вопросы там напрямую возникают, условно говоря, выдели справок там, выписка домовых книг и справки финансовых, никаких проблем нет. Даже тот же день они обращаются. Да и вообще можно сказать о том, что нужно, чтобы другие председатели ТСЖ и кооперативы могли поделиться вашим опытом работы. Никаких проблем, пожалуйста. Мы видим такие проблемы. От работы нет. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Владимирович, вы директор управляющей компании. Расскажите о работе в своей управляющей компании, какие результаты, как осуществляется работа. Поделитесь вашим опытом. Я думаю, что начать нужно с того, что управляющая компания – это юридическое лицо, которое подлежит лицензированию. Директор данной управляющей организации, компании, должен иметь квалификационный аттестат. Только в этом случае, обладая вот этими компетенциями, пройдя обучение, экзамен и получив этот аттестат, такой человек может заниматься управлением на протяжении пяти лет. Также управляющая компания, в принципе и в целом, заинтересована в качественном оказании услуг. Это самое первое, наверное, что в приоритеты выставлено. Это содержание придомовых территорий. Это качественная уборка мест общего пользования. Также мы очень заинтересованы в отстаивании интересов собственников. Прежде всего, значит, вот есть срок гарантийных обязательств у застройщика, который составляет пять лет. И мы очень четко отслеживаем все моменты тех или иных недоделок. Насколько выстроено взаимодействие с застройщиком? Ну, вот, например, если мы говорим о гарантии, мы можем посмотреть вот с правой стороны. У нас футбольная площадка спортивная, волейбольная площадка. Здесь мы видим уже новое покрытие резиновое. В том году то покрытие, которое было подрядчиком выложено, оно пришло в негодность в связи с тем, что были использованы некачественные материалы. Мы по инициативе совета дома обратились к застройщику в претензионном порядке, были направлены письма. И мы добились того, что нам по гарантии заменили вот такое резиновое покрытие для людей, где играют дети и так далее. Это, ну, в принципе, дорогого стоит. Почему? Потому что на сегодняшний день застройщики в целом, ну, как правило, да, они строят дома и стараются, наверное, как-то свои юридические лица куда-то отвезти, увезти и не участвовать в этих процессах. У вас небольшой живой фонд, сколько многоквартирных домов, и насколько развита у вас совет многоквартирных домов, актив людей, граждан, которые проживают? Я хочу с огромной благодарностью, да, проговорить вот этот вот, именно этот вопрос, благодарности именно к нашим советам домов, их четыре у нас, они получаются у нас по каждой вот такой коробке, у нас есть совет многоквартирного дома. Это тот инструментарий и тот коммуникатор между собственниками и управляющей организацией. Еще раз повторюсь, мы им очень благодарны, потому что люди, в принципе, на альтруистической основе выходят с различными абсолютно инициативами, и очень грамотно и четко мы вот на совещаниях раскладываем все проблемы и все те боли, которые, в принципе, возникают на домах. Соответственно, и у нас есть вектор, в каком направлении двигаться. Также мы и план работы выстраиваем полностью, то есть с советами домов. Мы проговариваем и прорабатываем абсолютно все моменты, требующие внимания. Поэтому без советов домов, как говорится, ни туда и ни сюда, да. Но еще раз повторюсь, очень важно, очень важно слышать и слушать собственников. Не важно, как называется управляющая организация. Название юридического лица может быть абсолютно различным, их множество. Самое главное – это команда, это руководитель, который умеет коммуницировать с собственниками, который умеет слушать и который знает, как в принципе и в целом отреагировать на ту или иную проблему. Это очень важно. Ну, у управляющей компании есть как и плюсы, так и минусы. Какие минусы у управляющей компании вы считаете? Очень много нерадивых организаций, директоров абсолютно некомпетентных. Я ни в коем случае никогда о коллегах не говорю плохо, не перехожу на личности. Но, к сожалению, такие случаи и практики и в нашем регионе, и в целом по Российской Федерации они есть. Не просто так, вокруг сферы ЖКХ очень такие тревожные настроения. Мы видим постоянно и периодически какие-то сюжеты по Первому каналу в утреннее время. Кто-то неправильно абсолютно себя ведет в плане начислений, пытаются навязать какие-то услуги, некачественно оказывают опять-таки же услуги, не слышат население, делают так, как хочется им. Кто-то не проводит отчетное собрание, общее собрание собственников, не отчитывается. Где-то какие-то непонятные замыливания происходят в каких-то, я не знаю, сметах по текущему ремонту. Мы, скажу за себя лично, за нашу управляющую организацию, очень, еще раз говорю, грамотно к этому подходим с советами домов. Именно советы многоквартирных домов во главе с председателем, они с нами совместно прорабатывают этот вопрос и делегируют нам те или иные, опять-таки же повторюсь, проблемы. Более то, что их прежде всего волнует, и мы совместно с ними вот эти все процессы отрабатываем. Поэтому, еще раз говорю, повторюсь, не важно как называется, все зависит от команды. Это самое главное. Ну и вот в завершение нашей беседы хотел бы спросить, какое решение вот этих вот проблем в вашей управляющей компании, в части коммуникации с населением, какие-то лайфхаки, какие-то идеи, которые можно было бы реализовать. Что у вас здесь такого интересного, что может быть у других нет? Что касаемо интересного, мы, еще раз повторюсь, советы домов для нас это главное и важное, мы проводим праздники. Праздничные мероприятия, это Новый год обязательно, Дед Мороз и Снегурочка, это аниматоры, праздник, вот в частности в этой локации. Вот здесь елка, мы ее наряжаем, у нас здесь электроэнергия, все это значит в гирляндах, шары большие, это очень важно, которые ярко привлекают внимание, мишура и так далее. Здесь водятся хороводы, играют дети, музыка, диджей, это зимний период времени, это мы встречаем Новый год. Далее у нас идет, это 1 июня, День защиты детей. В этот праздник мы поздравляем всех детей, тоже, также у нас проходят полномерные, большие, торжественные мероприятия. В этом году мы батут огромный, надурят для детей, выстроился в очередь. В том году мы приглашали, значит, вату, сладкую вату делали тоже в бесплатном формате. Далее у нас 1 сентября, это День защиты детей, мы вручаем детям грамоты, посвящаем их в первоклассники, дарим им минимум, ну, такой опциональный набор, скажем так, для первоклассников, которым они в последующем могут воспользоваться. Опять-таки же в учебных целях. Это, вот, еще раз, проведение субботников. Субботники у нас проводятся под музыку, мы все это в игровой форме для детей. Но в данном контексте мы приглашаем аниматоров, то есть играют с детьми, пока взрослые заняты. Поэтому, еще раз говорю, очень важно коммуницировать с собственниками, организовывать и устраивать подобные праздники и мероприятия, для того, чтобы люди знали, понимали, что управляющая компания с ними, не только с советами многоквартирных домов, но и в целом мы поддерживаем социум и поддерживаем все мероприятия вот именно подобного характера. Спасибо большое, Виталий Владимирович, за такое интервью. Благодарю. Рад был, что вы поделились опытом. Соответствуйте дальше вашим направлениям деятельности, и пусть ваши жители будут довольны вашей работой. Спасибо. Будем стараться. Только вперед. Зависит ли размер платы за жилищно-коммунальные услуги от способа управления домом? Прежде всего, стоит уяснить, из чего состоит плата за жилищно-коммунальные услуги. Первое. Плата за коммунальные услуги – это деньги, которые предназначаются ресурсоснабжающим организациям, поставляющим воду, электрическую энергию, газ и тому подобное. Тарифы на эти ресурсы регулируются государством, и их размер не зависит от способа управления домом и решения управляющих организаций или собственников. Деньги за коммунальные услуги могут перечисляться управляющей организацией или товарищей собственников жилья. Это происходит в случае, если собственники помещения не заключили с ресурсоснабжающей организацией прямой договор. Но даже тогда управляющая организация является не конечным, а лишь транзитным получателем этих денег. В Татарстане, в дома, где управляющие организации заключили договор с расчетным центром, деньги за жилищно-коммунальные услуги поступают на счет расчетного центра. В соответствии с предоставленными управляющими организациям договорами на поставку коммунальных ресурсов, Расчетные центры перечисляют собранные денежные средства на коммунальные услуги напрямую ресурсно-обжающим организацией. Управляющие организации денег за коммунальные ресурсы не получают. Управляющие организации расчетным центром перечисляются только суммы за жилищные и дополнительные услуги. Сумму взносов на капитальный ремонт с января 2023 года расчетные центры перечисляют напрямую на расчеты регионального оператора по капитальному ремонту в Республике Татарстан. Второе. Взносы на капитальный ремонт – это сравнительно новый вид платы. Их минимальный размер определяют муниципалитеты, а собственники вправе на общем собрании увеличить установленный тариф. Получателем этих денег является либо региональный фонд капитального ремонта, либо управляющая организация. Второе возможно лишь тогда, когда общим собранием собственников принято решение о формировании фонда капитального ремонта на собственном счету. Таким образом, размер тарифа по капитальному ремонту, как и по коммунальным услугам, не зависит от способа управления домом. Третье. Плата за содержание и ремонт общего имущества – это именно те средства, которые получают управляющие домами организации за свои услуги. Управляющие коммерческие организации при нормальном экономическом положении должны получать прибыль от выполнения ими работ и оказания услуг. Товарищи собственников жилья и жилищные кооперативы являются некоммерческими организациями, и все полученные средства должны расходовать на нужды дома и организацию собственной деятельности. Однако это не означает, что только от способа управления домом зависит размер тарифов на содержание и текущий ремонт. Чем больше площадь дома, тем дешевле его содержат. Также основными факторами, влияющими на размер платы, являются состояние дома, особенности его эксплуатации и хозяйственная эффективность деятельности по управлению им. И при выборе способа управления домом собственникам следует учесть эти факторы. Однозначного ответа на вопрос о том, какой способ управления многоквартирного дома лучше, дать невозможно. Для создания ТСЖ неплохо иметь в доме хорошего управленца, специалиста по жилищному законодательству или юридически подкованных собственников. Если их нет, как и энергичных людей, готовых разобраться в теме, то лучше, наверное, работать с управляющей компанией. Каждый дом индивидуален, и только мы, собственники, сможем определить наиболее подходящий для нас способ управления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова